Президент страны Нурсултан Назарбаев утвердил национальный день Домбры. Отмечаться он будет в первое воскресенье июля. В преддверии этой даты наша съемочная группа отправилась в музейный комплекс резиденции Абылайхана. Там хранится уникальный экспонат Домбра 18 века. Агири Мукашева рассказывает. Домбра – королева казахских инструментов. Раньше она украшала юрту каждого кочевника и была незаменимым атрибутом повседневной жизни казахов. Точная дата ее появления неизвестна. Во время раскопок древнего харизма археологи нашли терракотовые статуэтки в виде музыкантов. Они играли на щепковых инструментах, которые похожи на казахскую дамбру. Найденные артефакты изготовлены около двух тысяч лет назад. Это показывает, какая длинная и богатая история у Домбры. Кстати, о ней сложено немало легенд и преданий. Старший сын Чингисхана, Жоши хан, охотился на куланов. Он выходил на охоту в Капчакских степях и был растерзан вожаком кулана. Об этом побоялись его приближенные Чингисхана сообщить о гибели его любимого сына. И, конечно же, нашли выход из этой ситуации нукеры. Они поручили приехать в орду хана дамбриста казахского кета буга. Он знал о поручении Чингисхана залить горячий свинец в горло того, кто принесет ему весть о гибели сына. Потому предприимчивый кет буга сыграл кюй Ахсак Клан, не произнеся ни слова. В прекрасной мелодии Чингисхан уловил горечь и догадался о смерти сына и поручил казнить дамбру. В ее центр залили расплавленный свинец. Так в музыкальном инструменте появилось отверстие. Эту легенду рассказывают экскурсоводы резиденции Аблайхана. Здесь хранится немало ценных экспонатов. Одна из них – это дамбра. Ее изготовили в конце 18-го – начале 19-го веков. Хранится это ценность за стеклом и требует особого ухода. Важно все – температура, влажность, свет. Потому посторонним прикасаться к этой реликвии строго запрещено. Раньше она хранилась у жителя Айртаусского района. В его семье эту ценность берегли, передавали с поколения в поколение. В музее она с момента открытия. У 11-летнего Айбатыра Женесханула из Туркестанской области к дамбре особый интерес. Я играю на дамбре с пяти лет, и мне это нравится. Знаю немало произведений. У меня хорошо получается. Очень удивился, когда увидел здесь дамбру 18-го века. Это большая ценность. Юного дамбриста впечатлило выступление профессионального музыканта Биржана Езжана. Биржан Езжан серьезно увлекся дамброй в 16 лет, когда поступил в колледж искусств, а затем в столичный университет. В дуэте они выступают на областной и республиканской сценах. Говорит о любимом инструменте, может рассказывать часами. Дамбра – это не просто инструмент, это душа казахского народа. С древних времен она – неизменный атрибут жизни казахов. Это наше наследие и история. Президент вел такой прекрасный праздник – День Дамбры. В этом году мы отметим его впервые. Исполнитель знает порядка 250 музыкальных произведений. Одно из его любимых посвящено дамбре. Айгири Мукашев, Жолдосбек Ермуканов, Новости МТРК.